МАМА! МАМОЧКА! Ей бананы, Связочка. Мамочка, помоги! Вы слышали голос, девочки? А вы? Мама, где ты? Да вот же, опять! Это голос моей дочери. Настя! Илья! Настя! Настя! Алло, Илья, а где Настя? Играете? Нет, ничего. Да, скоро буду. Я к вам из-за своей дочки пришла, Настя, с ней, конечно, все в порядке, но мне постоянно кажется, что с ней вот-вот что-то произойдет. А в ночь извини. Да, так и есть. Тут на днях услышала ее голос. Она звала меня и просила о помощи. Я побежала домой, как полоумная. А она дома сидит с мужем. Но я вам клянусь, что я голос ее слышала. Вам это надо обязательно бабушке рассказать. Хорошо. Проходите. Бери табурет. Садись сюда. Вижу страх твой за дочь. Сильный он. Вижу проблему у тебя с мужем из-за этого. Да, мы постоянно в последнее время ругаемся. Его измучила своими страхами. Вот и пришла узнать, угрожает ли, что моей дочери. Аня, дай мне сосновую ветку, да мох. Сосну отдай Арине. Пусть в руках подержит. Хвоя тепло материнское впитывает. А мох дай мне. Сосна скажет правду. Зря ли сердце материнское тревогой заходит. Не обманывает тебя сердце. Беда над твоей дочкой нависла. И только ты ее отвезти сможешь. Что за беда? Не знаю я пока точно. Все увидит. Все запомнит. Ко мне вернется и расскажет. На вот. Положишь на ночь дочке под подушку. Поспит она две ночи. Потом ко мне придешь, я тебе больше сказать смогу. Подойдя к квартире, Арина снова почувствовала тревогу. Дверь оказалась открыта. Настя, мама пришла. Наша мама пришла, молочка принесла. Тише, я уже Настю спать уложил. У тебя дверь была открыта? А, это мы с Настенькой вечером прогуливались. Судьба забыл закрыть. Ну как можно было забыть закрыть дверь? А если кто-то войдет? Да кто войдет? Чего ты панику поднимаешь? А если она выбежала на улицу? Настя спит уже. Куда она могла выбежать? Иди сама посмотри, истерику она тут поднимает. Арина с мужем обыскали всю квартиру. Но дочки нигде не было. Я тебя убью, если с ней что-то случилось. Надо звонить в полицию срочно. Ты что смеешься? Ты что издеваешься надо мной, да? Не надо кричать, держи себя в руках. Тем более при нашей дочери. Настя. Ура! Меня папа нашел. Настенька. Настя, с тобой все в порядке, да? Да все с ней в порядке. Не пугай ребенка. Настенька, ну все поиграли и хватит. Хорошо пап, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну давай, беги. Беги. Ты понимаешь, что ты ведешь себя как ненормальная? Я уже сам подумал, что ребенок пропал. А надо было всего лишь успокоиться. Я целый день на работе. Вымытался, еще весь вечер с ребенком провел. Ты психоз свой показываешь. Илья, ну я в самом деле припугалась. Ее же нигде не было. Все, я устал. В общем, ты мне все нервы вымотала. Пойду прогуляюсь, иначе не усну. Арина так боялась за дочь, что как только муж ушел, решила последовать совету бабушки. Арина положила дочке под подушку заговоренный мох. Женщина очень надеялась, что этот обряд поможет узнать, что за опасность грозит ее ребенку. Проведя обряд, Арина не легла спать, а решила ждать мужа. Она хотела попросить прощения за свое странное поведение. Настя, ты почему не спишь? Мама, иди ко мне, маму. Настенька, что случилось? Мама, иди ко мне. Я тут, Настя. Мама, помоги мне. Подойдя к дочери, Арина с ужасом обнаружила, что та спокойно спит. А детский голос, который слышит Арина, доносится неведомо откуда. Ты что, уже и ночью возле нее дежуришь? Хочешь, чтобы и дочка психическая стала? Я пришла проверить, не раскрылась ли она. Пошли спать, а то Настю разбудишь. И хватит все это уже. Надоело. Через два дня Арина снова была у нас. Она принесла мох, который лежал под подушкой ее дочери. Арина надеялась, что бабушка сможет увидеть опасность, грозящую ее ребенку. Твоей Насте ничего не угрожает. Так, ветрянкой переболеет через пару месяцев, но больше ничего. Значит, я зря волновалась? Не зря. Беда над твоей дочерью нависла. Только не над той, о которой ты думаешь. О чем вы? У меня нет других детей. Аня, подожди. Аня, подожди. Вижу больницу. Двух роженец. Да, так и было. Я с одной женщиной, с Жанной, в одной палате перед родами лежала. Тебе хорошо, держи. Вот ты уже знаешь, как дочку назовешь. А я все никак не могу выбрать имя. Ну, хочется что-нибудь пооригинальнее. Не знаю, мне попроще имена нравится. У меня муж хочет Мелиндой назвать. Ну, его бабушку так звали. Не знаю, мне кажется, это ужасное имя. А мне нравится. Красивое имя. Мелинда. Ну, вот ты так и назови. А я попроще назову. Настенька. Да. А с мужем я разберусь. Именами детей вы поменялись, да? Да. Да, но как это связано с детским голосом, который я слышу? Связано. После пяти месяцев беременности к имени душа прирастает. У твоей дочери уже имя было Мелинда. Ты его другому ребенку отдала. И вместе с именем душу своего ребенка. Подождите, а как же моя Настя? Плоду в животе ты другое имя придумала. И его душа к имени Настя приросла. Это что же, получается, у меня две дочери? Да. И с обеими девочками ты материнскими узами связана. Но вторую твою дочь Жанна родила. И вот этой второй дочери Мелинде беда грозит. Она тебя о помощи просит. Я даже и не думала, что с именами все так серьезно. И что же мне делать? Я ведь даже не знаю, где Жанну искать. Разыскать ее нужно обязательно. И вторую свою дочь Мелинду найти. Ты ей нужна. Арина съездила в роддом, в котором они лежали вместе с Жанной, и узнала ее адрес. Арина очень надеялась, что за шесть лет он не изменился. А ждете кого? Здравствуйте. Здрасте. Я к подруге пришла, к Жанне. Шесть лет не виделись. А вы не знаете, она живет до сих пор здесь? Умерла она месяц как-то назад. Как умерла? Алешка остался один. Вместе с дочкой. Не выдержал, запил. Вы знаете, какой он интеллигентный был? Геолог. А теперь вот такое произошло. Уже с социального отдела приходили, угрожали дочку забрать и в детдом сдать. Как в детдом? А сейчас где Мелинда? Родственница к себе какая-то забрала. У нее своих трое детей. Пожалела. Ну куда ей четвертого ребенка? А родственники эти где живут? Я не знаю где. Вы приходите еще раз. Алешка трезвый будет, все расскажет вам. Спасибо. Все мысли Арины теперь занимала Мелинда. После слов бабушки, она почувствовала с Мелиндой сильную связь. И поняла, что не успокоится, пока не поможет своей второй дочери. Илья, я хотела бы Настю к маме в деревню отправить. Ну или маму попросить у нас пожить. У нас на работе переквалификация будет, совершенно не будет времени на ребенка. Чего? Еще твоей мамы здесь не хватало. Совсем с ума сошла? Не надо на меня орать. Это же не навсегда, всего лишь на неделю или на две. Нет, что-то здесь не так. Сначала у тебя истерики, потом у тебя на семью времени не хватает. Никакой мамы, слышишь? Арина не послушалась мужа и все-таки позвонила своей матери. Алло, мам, привет. А я могу Настю привезти к тебе? На следующий день Арине удалось застать Алексея дома. Она выдала себя за школьную подругу Жанны. И Алексей уже больше двух часов говорил с ней о покойной жене. Арина все ждала удобного момента, чтобы завести разговор о Мелинде. Я теперь включаю телевизор и ухожу на кухню, чтобы только звук слышать. Представляю, что она там. А потом думаю, кого я обманываю. Я ведь один. И не только телевизор. Весь этот мир бессмысленный хочет свой окно выкинуть. Но подождите, вы же не один. У вас есть дочь Мелинда. Она Мелинда. Я ведь ей так и не признался, что матери больше нет. Но потом кто-то сказал. А вы считаете, что Жане бы понравилось, что вы вот так вот махнули рукой на дочку? Вот где она сейчас? Мои двоюродные тетки в деревне. Потом ее соцслужба заберет. Да так, наверное, и лучше. Алексей, вы что говорите? Вы ради Жанны должны взять себя в руки. Вы думаете, вашей дочери понравится в детдоме? Все лучше, чем с таким отцом. Я жить-то не хочу. Не то, что ребенка воспитывать. Я понимаю, что я лезу не в свое дело, но я искренне хочу вам помочь. Ну, ради нашей с Жанной дружбы. Давайте так. Для начала, прям завтра же я все это уберу. Что ни один соцработник не подкопается. Вы заберете Мелинду у своей родственницы. Я буду помогать, я буду присматривать за девочкой. А ваша задача бросить пить. Разобрать весь завал на работе. Ну и привести, конечно же, себя в порядок. Спасибо. Вы оптимисты. С вами как-то спокойно, что ли? Действительно верится, что можно все изменить. Я постараюсь. Я, честно, постараюсь. Уже две недели Арина помогала Алексею. Наконец-то она познакомилась с Мелиндой, и они сразу же нашли общий язык. Алексей же почти перестал выпивать. Он понял, после смерти жены в его жизни все же остался смысл. А я приду книжку почитать. Да, бери конфетку, беги. Арина, я так благодарен, что я оглядываюсь на все это и думаю, как я мог жить по-другому. Я просто помогаю. Не, правда, спасибо. За все, что ты делаешь для нас. Ты, наверное, тоже скоро исчезнешь. Не все же время тебе с нами возиться. У тебя же своя жизнь. Не говори глупости. Ну, куда я от вас денусь? Вы мне как родные стали. Вернувшись от Алексея с Мелиндой, Арина волновалась, как объяснит мужу свое позднее возвращение. Но оказалось, что и самого Ильи еще не было дома. Илья-то откуда так поздно? Ну, знаешь, сейчас самое время поговорить. Настя у бабушки. И нам никто не мешает. И я просто хочу тебе сказать. Ну? Я хочу развестись. Я уже полгода встречаюсь с другой женщиной. Прошу тебя, давай только без истерик. Я очень устал, у меня болит голова. Хорошо. Что хорошо? Все так просто, хорошо и все? Ты знаешь, я сама об этом хотела поговорить. Тем более, у нас есть шанс еще найти собственное счастье. Мужика себе нашла? Такого же психованного, как ты, да? Ну что ж, счастья вам и любви. Вещи я потом заберу. Прошла неделя. Арина и Илья подали документы на развод. Арина теперь все свободное время проводила с Алексеем и дочками. Девочки очень быстро подружились. Этим утром она зашла за Алексеем с Мелиндой, чтобы забрать их на дачу. Но никого не оказалось дома. Это насторожило Арину. Арина дозвонилась до Алексея. Он сказал, что Арину он больше видеть не хочет. Собирается уезжать в геологическую экспедицию, а дочку отдать родственнице. Арине не удалось уговорить Алексея поменять свое решение. Ночью Арина не могла уснуть и снова услышала голос Мелинды. Мама, идите ко мне. Вы знаете, мне так хорошо с Алексеем и девочками было. Мне даже казалось, что у нас семья. Но в последнее время Алексея как будто бы подменили. Я не знаю, что случилось. А главное, и Мелинду кому-то отдал. А я опять голос начала ее слышать. Она зовет меня и о помощи просит. Не волнуйтесь, бабушка все исправит. Бабушка все исправит. Далеко еду, не скоро вернусь. Сто братьев у меня да беда подстерегает. Не вернется твой Алексей. Смерть его там ждет. Смерть? Как? Почему же? Ну, она еще отказывается со мной разговаривать. Ну, почему все так? А ты иди отсюда. Не место тебе здесь. Иди отсюда. Я? Да не тебе это я. Жанна, покойница, у тебя за спиной стоит. Это она все устроила. Алексею приснилось. Ревнует она. Да за собой манит. Аня. Насыпь сахар. Насыпь Алексею в чай. Это поможет ему освободиться от покойницы и остаться с тобой. Только вот, только что. Я у тебя слезу взяла. Чтобы все получилось, нужна слеза любящего. Если любишь не только дочку свою Мелинду, но и Алексея, то поможет. А нет так. От бабушки Арина тут же отправилась к Алексею. Она надеялась, что совет бабушки поможет ей освободить его от мысли о Жанне. Зачем ты опять пришла? У меня поезд скоро. Ходишь, только отвлекаешь. Алексей, ну, давай еще раз поговорим спокойно. Ну, зачем тебе эта экспедиция? А вдруг там опасно? Ну, если так, то что? Никто особо скучать не будет. Я буду. Не Линда. Так все, я не хочу опоздать. Разговор окончен. Ну, подожди, давай хотя бы чаю попьем. Ну, одну чашку. Я тебе обещаю, что я отстану. Ладно. В другом виду, от тебя не отвержишься. Одна чашка. Я ухожу. Арина насыпала в чай Алексею сахар, который дала бабушка. Она надеялась, что после того, как Алексей выпьет чай, он уже никуда не захочет уезжать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Осторожно, горячий. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все. Теперь иди. Я тоже сейчас пойду. Лучше на вокзале посижу. Слишком здесь напоминает о Женне. Алексей… Давай весь сын. Пожалуйста. Поняв, что может потерять Алексея навсегда, Арина почувствовала, что действительно любит его. Она не понимала, почему заговоренный сахар не подействовал. Всю ночь Арина ждала Алексея, но он так и не позвонил. Да, мам, привет. Да нет, все хорошо, просто не выспалась. Да, я за Настей заеду после работы. Ладно, мам, все, пока. Алексей… А ты что, на поезд не попал? Я с него сошел. Вообще не понимаю, что на меня нашло, как я мог дочку кому-то отдать. Зачем мне эта годовая экспедиция? Я думала, я тебя уже никогда не увижу. Не хочу уезжать от тебя даже на день. Я люблю тебя. Арина и Алексей поженились. Вместе воспитывают двух дочек и ждут прибавления. Тебе не кажется, что нашим девочкам очень не хватает братика? Возможно. Я даже имя придумал уже. Евгений. Ну, может быть, лучше Алеша? Ну, мне нравится. Если ты передумаешь, мы всегда можем изменить. Нет уж. Если решим назвать, то так и сделаем. Ничего менять не будем. На этот раз Арина очень ответственно подошла к выбору имени и на всякий случай решила до родов держать его в секрете. Души, которые собираются появиться на свет, водят хороводы вокруг беременных и к пятому месяцу беременности ими привязывают их к телу. Не отдавайте придуманные вами имена чужим детям и не берите те имена, которые придумали не вы. Души. 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 Продолжение следует...